Святая святых всей больницы, так называемая комната обея. Именно здесь у мамы сотрудников ЦРБ создавался план оптимизации. Работали в связке с пациентами, проводили анкетирование, записывали пожелания, анализировали проблемы. Две недели кропотливой работы и в октябре 2018 поликлиника перешла на бережливое производство. Изначальная цель у нас была, конечно, сохранить ценностный ресурс на время пациента и медперсонала, уменьшить очереди около окна регистратуры и повысить промежуток времени, который работает именно врач на приеме и именно с больным. Слова с делом не разошлись. Вот кабинет терапевта. На общение с пациентами у врача вместо привычных 4-6 минут все 15. Поскольку часть бумажной работы приняла на себя медсестра, осталось больше времени на прием на пациента. Ведем запись на повторный прием, также выписка рецептов, направлений, направлений в стационар, направлений в областную больницу. Раньше приходилось все писать от руки, то есть очень много писанины было. Рабочее место медсестры теперь компьютеризировано. Прием пациентов ведется оперативнее. Здесь же можно записаться к узким специалистам, избегая напряженного ожидания в регистратуре. Кстати, у заветного окошка пациентов теперь практически нет. Вторичный прием очень удобный. Они прямо идут к врачу. Здесь уже они не стоят в очередь. По соседству информат, здесь также можно взять явку на прием к врачу. Нужны лишь СНИЛС, паспорт, полис и 5 минут времени. Особо удобной оказалась запись через интернет. Когда заболела, я решила записаться по электронной записи на прием к терапевту. И когда я пришла сюда, увидела у кабинета очереди нет. В регистратуре ждать мне не пришлось, потому что карточка была уже у терапевта на столе. Довольны пациенты, а значит довольны и врачи. Руководство больницы принципы бережливого производства всерьез взяли на вооружение. Получили некоторые результаты, неплохие результаты, которые мы будем тиражировать теперь уже на участковых терапевтов. А у нас их три, других кабинетов уже тиражировали. И далее с переходом на участковых педиатров, на детскую службу. К слову, в 2018 на работу по бережливым принципам перешли 35 поликлиник области. В этом году масштабы совсем другие. В 2019 году в рамках реализации уже федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в проект включены 80 поликлиник. Из них 51 взрослая поликлиника и 29 детских. А уже в 2020 работа всех медучреждений области будет оптимизирована. В этом поможет и реализация национального проекта здравоохранения. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях.